В эфире канал Россия Вести Карачева Черкесия, в студии Ашемес Пхешхов. Добрый вечер, коротко о главном. Как не допустить необоснованный рост оплаты коммунальных услуг? Этот вопрос обсудили на общественном совете в сфере ЖКХ при главе республики. Кража из храма Архангела Михаила раскрыта. Сотрудниками полиции по горячим следам задержаны несовершеннолетние жители Черкеска. Все лишь школы и детские сады готовы к предстоящему учебному году. В районах Карачева Черкесии создаются комиссии для проверки готовности образовательных учреждений. В Дагестане прошел четвертый всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии-2017». Глава Карачева Черкесии Рашид Тимрезов выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Андрея Владимировича Резникова, который последние несколько лет занимал должность заместителя министра России по делам Северного Кавказа и был председателем совета директоров акционерного общества «Курорты Северного Кавказа». Его знали и уважали за профессионализм, компетентность, прекрасные человеческие качества, отметил в соболезновании глава республики. Сегодня в Москве глава Карачева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с главой МЧС России Владимиром Пучковым. На встрече стороны обсудили дальнейшее взаимодействие МЧС России с Карачевой Черкесией в области обеспечения безопасности жителей и гостей республики. Вопросы оперативного реагирования в пожароопасный период, в том числе на территории туристических комплексов и маршрутов. Рашид Тимрезов и Владимир Пучков договорились о дальнейшем наращивании материально-технического потенциала МЧС по Карачевой Черкесии. При непосредственной поддержке руководителей МЧС России сегодня все подразделения ведомства в республике готовы оперативно и качественно решать все задачи, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧАЭС. С июля в стране выросли тарифы на коммунальные услуги. Как не допустить необоснованный рост оплаты коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями, обсудили сегодня на заседании Общественного совета в сфере ЖКХ при главе республики. С подробностями Али Баташев. При определении размера тарифов на ЖКХ учитываются два условия. Для потребителей это платежеспособность. Для ресурсоснабжающих организаций возможность экономически развиваться. С 1 июля текущего года рост тарифов для населения КЧР составил по электроэнергии 3,3%, по теплоснабжению 2%, по водоснабжению и водоотделению 2%, изменился расчет платы из ОДН. Советник начальника главного управления республики по тарифам и ценам Виктор Пску подробно рассказал о том, как создаются тарифы и какие меры принимаются для предотвращения необоснованного роста оплаты коммунальных услуг. С 2014 года государство устанавливает ограничения по росту совокупного платежа граждан за все виды коммунальных услуг. В соответствии с новым законодательством, если раньше предельные индексы устанавливали федеральные органы, то сегодня средний по субъекту предельный индекс роста плат за коммунальные услуги устанавливают федеральные органы, то есть ФАС устанавливает. А уже по субъектам республики, то есть по муниципальным образованиям, предельные индексы устанавливает глава. Вторым вопросом повестки дня было обсуждение реализации проекта по формированию комфортной среды, благоустройству городов и сельских поселений республики в 2017 году. На сегодня у нас в Черкесске 11 дворов, 1 аллею и 1 парк благоустраивает. Медногорское поселение в обязательном порядке ежегодно будет участвовать в нашей программе как моногород. В нем мы отобрали, вернее комиссия отобрала 13 дворов и 1 аллею. Иркин-Шахарское поселение, 3 двора, 1 парковую зону. Прикубанский район в Кавказском, 4 двора. В поселке Майский Усть-Жигуте планируют обустроить по одной парковой зоне, а в Адыге-Хабле площадь для проведения культурно-массовых мероприятий. При реализации программы важно согласовать благоустройство территорий с текущими капитальными ремонтами домов. Проводкой труб теплотрассы водоснабжения отмечали выступающие. По итогам заседания принято решение рекомендовать главному управлению по тарифам и ценам усилить контроль за применением тарифов по коммунальным услугам и начислению платы за общедомовые нужды. Али Баташев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. В дежурную часть МВД России по Усть-Жигутинскому району обратился настоятель храма Архангела Михаила с заявлением о том, что из склада храма неизвестное лицо совершило кражу серебряных изделий. Общая сумма украденного составила более 24 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по горячим следам задержан несовершеннолетний житель Черкеска, подозреваемый в совершении данного преступления. Он уже дал признательные показания. Похищенное изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий нами была установлена личность подозреваемого, также его местонахождение. И при помощи оперативных сотрудников нами был осуществлен выезд в город Черкесск, где был установлен и задержан преступник. Преступник им оказался несовершеннолетний. В присутствии законных представителей несовершеннолетний дал признательные показания, также указал на место, где он спрятал похищенные изделия. Штормовое предупреждение. 10-12 августа в северных и центральных районах Карачаева-Черкесии в Черкесске сохраняется высокая пожароопасность. Четвертый класс. Прямо сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим наш выпуск. Субтитры предупреждены. Пароопасность четвертого класса. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 18 метров. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21, днем плюс 31, 33. Все ли школы и детские сады в республике готовы к предстоящему учебному году, до которого остается совсем немного времени? В Хабецком районе была создана комиссия в составе сотрудников МЧС, МВД, Роспотребнадзора, специалистов отдела образования для проверки готовности дошкольных и школьных образовательных учреждений. Сегодня они побывали в поселке Бавука. С подробностями Шерифат Лепшокова. В поселковой школе уже ждали гостей. Члены комиссии в первую очередь посетили пищеблок и столовую. Они проверили оборудование на соответствие техническим и санитарным нормам. Поскольку при обеспечении ребят питанием не должно быть никаких нарушений, обследование было особенно тщательным. Члены комиссии, дав свою положительную оценку, отправились в спортзал. Оснащенный необходимым оборудованием и матами, он также соответствовал всем необходимым нормам. По словам завхоза школы Фатима Цаговой, во избежание антисанитарии в спортзале ежедневно проводят влажную уборку с применением химических средств. Практически наша школа уже подготовилась к новому учебному году. Мы рады принять своих детишек на новый учебный год. Усилиями школы, работников, техперсонала мы подготовили классы, спортивный зал. Построенная еще в начале 60-х годов, школа три года назад подверглась реконструкции. Появилась новая крыша, были установлены пластиковые окна, подвесные потолки, рабочие отштукатурили стены и положили плитку. Для 147 ребят были созданы все условия для учебы. В системе образования Хабетского муниципального района функционирует 14 общеобразовательных учреждений, 13 дошкольных учреждений и 3 учреждения дополнительного образования. В целях определения степени готовности образовательных учреждений к новому учебному году в районе создана межведомственная комиссия. В обязанность членов комиссии вменяется проведение проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году, в том числе и проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях района. Осмотрев школу, комиссия отправилась в поселковый детский сад «Нарт». Его посещают 80 малышей не только из Бавука, но и из ближайших сел. Хотя до сентября еще есть время, здесь уже все готово. Мы сделали косметический ремонт, где-то подкрасили, где-то там побелили. Но сделали все необходимое, чтобы детишкам здесь было уютно, хорошо. По сути, садик у нас новый, поэтому стараемся поддерживать порядок. По словам начальника районного отдела образования Женеты Туаршевой, на 80% все школьные и дошкольные учреждения готовы к 1 сентября. Имеющиеся недочеты будут выявлены в ходе проверки, которая будет длиться в течение трех дней. Шерифарь Левшокова, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Хабирский район. В Дагестане прошел четвертый всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии-2017». Его организатором выступила ВГТРК, а также парламент и правительство региона. В этом году на победу лучшая публицистическая программа, лучшая программа для детей и юношества. Лучшая работа ведущего претендовали более 300 телевизионных и радиопроектов. С подробностями Медина Джанкиозова. ГТРК «Карачаево-Черкесия» представила на фестивале четыре программы. Две на карачаевском и две на абазинском языке. В течение трех дней журналисты из региональных и федеральных СМИ, этнографы, культурологи, представители власти и общественности участвовали в форумах, мастер-классах от известных российских журналистов. Знакомились с обычаями, традициями и культурой Дагестана. Среди участников фестиваля – телерадиокомпании из Санкт-Петербурга и Москвы, Волгограда и Калуги, Красноярска и Нижнего Новгорода, Тулы и Костромы, Алтая, Калмыкии, Тюмени, Мариел и Тывы, Удмуртии, Бурятии, Крыма, Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, а также Азербайджана. Провели круглые столы, гармоничное развитие поликультурной общности, опираясь на культуру, традиции, историю, самобытность народов России. Для участников и гостей фестиваля была подготовлена большая экскурсионная программа, куда входили посещения культурно-исторического комплекса «Ахульга» – Майданы в Гунцикульском районе. Следует отметить, что этот район является пообратимым Малокарачаевского района Карачаева-Черкесии. Малокарачаевский район, он пообратим с пульским районом. Главой района Рамазану очень большое спасибо от нас. И дело в том, что сын, могила сына и мама Шамиля, они как ухаживают у себя дома. Просто не знаю, как выразить им благодарность. От имени нашего главы Исамагомедовича, от имени Исамагомедовича мы обязательно будем посетить этот район и будем держать тесные связи. Просто-напросто. Вы очень прекрасный народ. Спасибо. Дагестан богат на мастеров народного промысла. Экспозиции говорили сами за себя. Широко были представлены изделия из серебра, дерева, жести, керамики. Каждая работа как маленькое произведение декоративно-прикладного искусства. Волнительным было и посещение памятника «Белые журавли» в Гунибе, родине Расула Гамзатова. Тут же находится и беседка имама Шамиля. Второй день был не менее увлекательным. Мы приехали в один из древнейших городов России – Дербент. Вы все прекрасно знаете, что здесь расположен на крепость, на рынке Кала, которой более двух тысяч лет. Нам рассказали про историю, провели экскурсию по историческому памятнику культуры. Отрадно отметить, что куначество между городами на всем Кавказе начали города-пообратимы Карачаевск и Дербент. Каждый год делегации из двух городов демонстрируют гостеприимство, узнают о богатой истории, обычаях и традициях народов. Город Карачаевск побратим с городом Дербентом. Дай Бог, чтобы наши города всегда дружили, чаще приезжали. Вы к нам, мы к вам, чтобы мы развивали туризм. Пользуясь случаем, от следующих хочу всех поздравить, пожелать вам всем здоровья и благополучия. Торжественное закрытие фестиваля награждения победителей прошло в Кумыцком театре в городе Махачкале. ВДРК – это огромная семья нашей террористской компании от Калининграда до Камчатки. Ежедневно мы вещаем, задумываемся, что мы субботим, много примеров, светили ежедневно на 54 языках народа в Казахстане. Такого нет ни в любви. Это вот наше достояние, которое сохранять, умножать. Для участников и гостей была подготовлена концертная программа. Победителей и призеров наградили почетными и ценными призами. Главная цель фестиваля – сохранение пропаганды традиционных культурных ценностей и самобытности народов России. Содействие широкому и всестороннему информированию телезрителей и радиослушателей об истории, этнокультуре и традициях ее народов. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к вечернему выпуску «Вестей». Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Московская борзая». Ну а я благодарю вас за внимание. Пусть в ваши дома приходят только добрые вести. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok